Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Микрофон слабый, но в ближайшее время я его поменяю. Жалко пропускать такие темы. Вашему драгоценному вниманию Переход в пятое измерение энергетический лабиринт. Отец-абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Чтобы вы лучше поняли, как именно произойдет переход вашей планеты в новую реальность, я попробую продемонстрировать это на примере вашего собственного перетекания в пятое измерение с помощью цивилизации Тетрагония. Представьте себе, что Земля, подобно человеку, проходит через коридор, который обеспечивают ей представители этой цивилизации. Но все это происходит поэтапно, поскольку коридор этот не прямой, а представляет собой некий лабиринт. С каждым поворотом внутри этого довольно узкого лабиринта, через который ей приходится протискиваться, Земля все больше очищается от наслоений трехмерности. Слой за слоем, словно луковая шелуха, с нее слетают низковибрационные одежки, что сопровождается на физическом плане природными катаклизмами, а также социальными и политическими конфликтами. Почему я привел именно такое сравнение? Только потому, чтобы вы поняли, как много зависит от вас, поскольку все вы составляете единое целое со своей Землей, и вы можете как ускорить ее продвижение по этому лабиринту, так и замедлить его. Если вибрации большого количества людей войдут в резонанс с вибрациями Земли, то энергетическое пространство лабиринта, ведущего в пятое измерение, заметно разрядится, и она будет свободно скользить по нему и, наконец, совершит полное долгожданное освобождение от низких вибраций. Этот лабиринт, как и все во Вселенной, движется по спирали, вращаясь по часовой стрелке. Поэтому, пройдя весь путь в своей трансформации, Земля, вошедшая в него с одной стороны, вынырнет с другой, словно вывернутая наизнанку уже своей божественной стороной. И тогда перелицованная Земля будет сиять уже совсем другими красками, яркими, сочными, насыщенными. Такими же будут и эмоции людей, перешедших вместе с ней в новую реальность. Но в отличие от эмоций трехмерного мира, они будут спокойными и гармоничными. Их яркость и насыщенность будет заключаться уже в ином, не в частых перепадах из одного состояния в другое, а в бесконечном полете творческого вдохновения, в этой области жизни, которой каждый человек окажется особенно одаренным. Теперь люди будут черпать это вдохновение из божественного источника, избавившись от всех препятствий, стоявших у них на пути в трехмерном мире, главным из которых было их собственное эго, не позволяющее в полной мере раскрыться их дарованием. Таким образом, люди вместе с землей совершат этот божественный кувырок в своем сознании и смогут прочувствовать, что источник любого таланта лежит полной духовной самоотдачи, бескорыстии и ощущений единства с каждым существом, обитающим на вашей прекрасной планете. Так, незаметно вы перейдете вместе с землей в пространство пятого измерения, пройдя через невидимый энергетический лабиринт, который заботливо предоставит вам цивилизация Тетрагония. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Энергетический лабиринт».